Я считаю, это особо важно, потому что недостаточно примирения лишь на высшем уровне. Примирение предполагает познание противоположной стороны, создание условий для этого. Одной из первых и важнейших предпосылок реального примирения в ЮАР было знание правды, понимание с каких позиций исходила та или иная сторона и что на самом деле произошло. Вы должны знать, что произошло, чтобы суметь простить. Именно простить, а не забыть и примириться друг с другом. Примирение происходит не во властных кабинетах, а в повседневной жизни. Это касается того, как вы взаимодействуете друг с другом, как относитесь к людям и пытаетесь ли понять противоположную сторону, как устраняете ментальные барьеры. Это должен быть двусторонний процесс. Я считаю, что расовая сегрегация в Южной Африке привела как раз к тому, что нас ограничивал тот образ мыслей, который диктовало нам социальное окружение. Моя юность пришлась на времена апартеида в ЮАР. Я очень мало контактировала с чернокожими людьми. Мне это просто не позволялось, потому что в обществе доминировала мысль, что чернокожие просто слуги. И примирение как раз произошло, когда мы стали узнавать их, а они — нас. Несмотря на то, что все мы ранее были участниками противостояния и поддерживали те или иные идеи и движения, примирение подразумевало именно способность преодолеть существующие предрассудки. И знаете, в ЮАР это происходило по-разному. К примеру, существенную роль играли церкви, независимо от их конфессиональной принадлежности, организации гражданского общества, студенты и в целом высшее учебное заведение. Наш Южноафриканский институт международных отношений сегодня осуществляет программу, посвященную не только примирению, но и процессам объединения людей разного происхождения и социоэкономического статуса с целью обсуждения международных проблем. Так мы узнаем друг друга, создаем возможности обмена идеями и опытом. И этот процесс должен происходить ежедневно. Необходимо не просто сказать «сегодня говорим о примирении», но постоянно анализировать, как лично вы ведете себя, как действуете в своем рабочем окружении, в социальном пространстве. Полагаю, здесь крайне важно создание обстановки, в которой возможно здоровое общественное обсуждение проблем. В ЮАР очень активны средства массовой информации. Мы, знаете ли, в общем, любим общаться друг с другом, обмениваться мнениями. Именно это и делаем, иногда даже больше, чем следовало бы. Мы отстаиваем свои идеи, и это очень эффективно, потому что каждый видит себя частью единого целого, нашей страны. А политическое руководство ответственно за то, чтобы своей риторикой не разделять людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова